А теперь перейдем к практической части нашего модуля. Здесь хотелось бы отметить, что к этому моменту было бы здорово решить все практические задания из модуля 1. Это поможет лучше воспринимать текущий материал. Сегодня мы поговорим о соединениях и объединениях данных, полученных из разных источников в процессе выборок из SQL базы данных. Итак, оператор SELE, как мы помним, возвращает выборки из базы, которые могут быть получены из разных источников. Из таблиц, из представлений или из предыдущих запросов, так называемых подзапросов в базе данных. При этом соединением результатов двух выборок будет являться подмножество декартов произведения, полученных выборками из этих двух источников. При этом, для того, чтобы ограничить это декартовое произведение, взять у него некоторое подмножество, существуют специальные операторы в языке SQL. Мы о них поговорим и посмотрим, как они работают на примере. Первый оператор, собственно, никак не ограничивает полученное декартовое произведение соединения. Это оператор CROSSJOIN. Второй оператор, который наиболее часто используется. И позволяет получать так называемые тета-соединения. Тета-соединениями называются такие соединения, записи в которых удовлетворяют некоторому специальному условию. Об этом мы поговорим. Левое и правое внешние соединения, которые определенным образом расширяют внутренние соединения. Полное внешнее соединение. Это еще один вид соединений, который тоже иногда используется. Ну и некое подмножество под вид внутреннего соединения. Это естественные соединения, так называемые. Которые выполняются с помощью оператора NaturalJoin. Давайте рассмотрим их поподробнее. Для того, чтобы рассматривать соединения, очень удобно делать это с помощью некоторого примера. И в качестве примера хотелось бы взять небольшую простенькую базу данных, состоящую из двух таблиц. Одна из них – таблица продуктов. Это таблица, в которой указан просто некоторый набор продуктов. Каждый продукт имеет некоторые названия, допустим, цену и свой уникальный идентификатор – Product ID. При этом каждый продукт должен относиться к некоторой категории. И как раз перечень категорий указан в второй таблице с категориями. Каждая категория при этом характеризуется тоже своим ключом, идентификатором категории и некоторым названием. При этом в таблице продуктов мы видим, что есть идентификатор категории, то есть внешний ключ, который ссылается на какую-либо категорию и, соответственно, таблица категории. Содержимое этих таблиц достаточно небольшое для того, чтобы проще было понять, как же работают соединения при выборке из нескольких таблиц. Начнем с простого Декартового произведения. Раз это Декартовое произведение, то понятно, что количество строк в соединении будет равно произведению количества строк в соединениях результатов. Как же получить Декартовое произведение? Это достаточно просто. Нужно либо использовать специальный оператор CrossJoin, либо просто сделать выборку одновременно из нескольких таблиц, не указывая никаких дополнительных условий. И здесь надо быть аккуратным. То есть в тех случаях, когда мы делаем выборку из нескольких таблиц и забываем указать условия, мы должны понимать, что это приведет к существенному увеличению количества выбранной информации, именно потому что мы получаем Декартовое произведение всех строк из выбираемых таблиц. Итак, рассмотрим, как же получается Декартовое произведение в множестве выборок из двух разных таблиц. У нас есть наша база Данас Store Medium, которая содержит две таблицы категории и продуктов. И сейчас мы попытаемся сделать выборку из этих двух таблиц и получить эту выборку в виде Декартовое произведение. Итак, мы выполняем знакомый оператор Select. То есть мы хотим выбрать все данные из двух таблиц. И если мы не укажем никаких условий, мы должны получить как раз карту произведения этих выборок. Итак, что же мы здесь видим? Мы видим, что результирующая выборка представляет из себя следующий набор картежей. Часть атрибутов из них из таблицы, в данном случае Product, и часть из таблицы категории. При этом мы видим, что для каждой строки из таблицы продуктов у нас есть набор из нескольких строк, соответствующий количеству записей в таблице категории, который попал в результирующую выборку. Вот мы видим, что из шести записей в таблице продуктов и четырех записей в таблице категории мы получили 24 записи. Это соответствует нашим ожиданиям. Аналогичную выборку мы получим, если мы выполним операцию с помощью оператора Cross-Join. Вот мы видим, что запрос также выполнен, и результат не отличается. Здесь можно посмотреть, что результат запроса выполнен успешно, и результат у нас такой же, как и для первого запроса. Продолжение следует...